Есть такая часть людей, которые очень эмоционально реагируют. Но это везде есть такие люди. Теперь есть темы, которые исторически, казалось бы уже, все стало понятно. И тем не менее, вы, наверное, много читали, пока учились, еще будете читать. По каждому историческому событию можно найти разные источники оценки. Ну, это все надо смотреть спокойно, взвешенно. И если на первых порах, может быть, не все однозначно понятно и очевидно, ну, я бы высказал такое вот свое личное ощущение. Не надо спешить делать выводы. Всегда находятся люди, которые дают оценку так, как им кажется. Я не буду говорить о тем, кто это делает умышленно, с тем, чтобы столкнуть, разжечь. А иногда даже не для этого. Вы же, наверное, тоже уже обратили внимание, это и в шутку, и всерьез. На хороших новостях быстро не прославишься. Поэтому, если выдавать что-то такое жареное, горячее, то на тебя как минимум обратят внимание. Это тоже есть. Каждый раз, когда общество встречается с такого рода вызовом и решает этот вызов, мы набираем опыт, мы становимся сильнее, мы становимся мудрее. И убежден, что мудрый тагестанский народ, как не менее мудрый чеченский народ, найдут решение и в той системе сегодняшней власти общественных отношений. Мы живем в таком сейчас периоде, когда такие вот серьезные угрозы, которые были на Северном Кавказе, которые были в Чеченской Республике, которые у нас были, они сейчас в прошлом. Мы живем мирной жизнью, мы строим мирную жизнь в интересах наших жителей. Вот здесь и руководство Чеченской Республики, и руководство нашей Республики, как и любой другой входящий в Северно-Кавказский округ, оно ориентировано на то, чтобы решать задачи, которые требует президент, в интересах наших рядовых жителей. Это прососедские отношения с тем, кем живешь рядом, с кем ты живешь рядом, независимо, какой он национальности. Это очень важно. Каждый, кто верует, тот хорошо понимает, что только мирным путем можно строить отношения. Я когда сюда был направлен, в Фрибол, в мечети, которая находится рядом с домом правительства, я увидел надпись, и она у меня сейчас в моей приемной, но он не бывает, знаю. Содержание ее очень простое. Аллах наиболее милостив тем, кто делает больше добра людям. Поэтому будем вместе делать добро, и поверьте, все попытки раскачать, развести, рассорить, будут обречены. Я в этом глубоко помню, что...